Уменьшить в разы количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такую задачу ставит республиканская власть на ближайшую перспективу. В стране с прошлого года осуществляется национальная стратегия действий в интересах детей. Она призвана улучшить положение каждого ребенка в семье, особенно того, кто оказался в трудной жизненной ситуации. О том, что удалось сделать и еще предстоит решить, сегодня говорили на Координационном совете при главе Чувашии. 4503 человека, а столько в Чувашии – сироты детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы помочь ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, им подыскивают семьи. Уже вдвое снизилось количество воспитанников в детдомах и школах-интернатах. Но в идеале их не должно остаться вообще. Государство будет помогать родителям, принявшим ребенка в семью и дальше. Мы буквально принимали решение в прошлом году о выделении единовременного денежного пособия при усыновлении ребенка 300 тысяч рублей, а сейчас мы дальше предлагаем развивать эту форму. Если при усыновлении ребенка-инвалида, то это пособие предлагается увеличить 375 тысяч рублей. Такие же нормы поддержки, социальной поддержки сейчас рассматриваются на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Более 200 миллионов рублей было выделено на жилье сиротам и оставшимся без попечения родителей в прошлом году. 158 ребят получили жилье. Еще для 82-х оно строится, но в своей очереди ждут остальные. Зачастую муниципалитеты, а именно они отвечают за обеспечение сирот квадратными метрами, просто не поспевают за спросом. В аутсайдерах и Бресинские, Козловские, Порецкие, Чебоксарские районы и Шумерля. Где-то, возможно, недорабатывают власть, а где-то оказались недобросовестные подрядчики. Есть над чем поработать. Между тем, в профильном министерстве надежды связывают с принятием специального закона, в рамках которого предлагается создать специальный жилищный фонд для сирот и оставшихся без попечения родителей. По жилью вопросов немало. Часто обращаются дети-сироты, достигшие уже 18 лет и старше. За ними есть закрепленное жилье. Но на этом жилье прописано, зарегистрированы еще другие родственники. Это братья, сестры, другие родственники. И вот это закрепленное жилье у них не соответствует нормативам, действующим нормативам. По Чебоксарам это у нас 14 квадратных метров. Поэтому в этом вопросе тоже нужно вопросы ставить, не ставить. Их на очередь на получение жилья, наверное, какой-то дополнительный нормативный документ нужен. Особенно важно работать на предупреждение, статистика показывает. 80% детей попадают в детдома и школы-интернаты при живых родителях. Многие, это 68% случаев, просто лишены родительских прав. В разных районах ситуации различны, но профилактику нужно усиливать во всех. И нужны действенные механизмы. Иначе бюджетные вливания просто бесполезны, подчеркнул глава региона Михаил Игнатьев. В основном, когда дело доходит уже до лишения родительских прав. На появление на ранней стадии, то есть иногда бывает, вот главы поселений в школах, мы не выявляем их или видим, молчим. Вот из-за этого, ну, предельный уровень, когда наступает, вот тогда мы начинаем решать. Вот здесь нам нужно как-то дружнее и четче поработать. Иногда в деревне родители не хотят подставлять главы поселений и молчат. Вот это приводит потом в итоге к таким вот негативным последствиям. Ну, на уровне деревни там все видно, практически. И глава сельского поселения все там видит, и депутаты по своим кругам все видят. Просто нельзя здесь скрывать, ибо последствия будут очень негативные. Мы сейчас, конечно, это наша первостепенная задача, наша общественная организация. Для этого мы, в том числе для этого, конечно, мы развиваем сеть наших женсоветов в сельских поселениях, для того, чтобы вот вместе с властью местной, вот стать как бы генераторами в работе, на месту жительства, семьями социального риска. Запустить республиканский проект «Профессиональная приемная семья». Подобрать несколько специально обученных семей, которые хотят воспитывать детей. Сократить сроки рассмотрения документов. Предусмотреть льготы. Увеличить выплаты, чтобы резко уменьшить число сирот и оставшихся без попечения родителей. Все эти возможные варианты сегодня обсуждали на Координационном совете. К слове, потому сколько таких ребят в республике будут судить об эффективности власти в центре. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика.